МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пускай этот образ и молитва великомученика Пантелеймона сопутствуют вам и вверенному вам коллективу. Освещение медико-санитарной части. Работы отличались разнообразием, творческим подходом, изобретательством. Награждение конкурсантов в Доме творчества. А теперь об этих и других событиях подробнее. До начала отопительного сезона остались считанные дни. Готовность к нему обсудили в администрации региона на расширенном селекторном совещании. На подготовку к отопительному сезону предусмотрено более 500 миллионов рублей из региональных и муниципальных средств. 200 миллионов из областного бюджета было выделено дополнительно. Губернатор, руководствуясь интересами Смолян, настоятельно рекомендовал руководителям муниципальных органов власти начать запуск системы отопления с 22 сентября. На контрольно-пропускном пункте Красная Горка создали новый технологический заезд транспортных средств для прохождения ветеринарного и фитосанитарного контроля. Очередей на границе станет меньше и освободится федеральная трасса М1. Стали известны окончательные итоги выборов в Государственную думу Российской Федерации седьмого созыва. Правда, они мало чем отличаются от предварительных. Обо всём подробнее в нашем сюжете. За время проведения избирательной кампании было выдано 181 открепительное удостоверение. А в Десногорске по открепительным удостоверениям проголосовало 74 человека. Это те люди, которые приехали в наш город из других мест. На 18 сентября, на день открытия участковых избирательных комиссий, в списке избирателей было включено 24 594 человека. Участие в голосовании принято 10 101 человек, что составляет более 40%. Для города Десногорска это самая большая явка, начиная с 2011 года. По 176-му избирательному округу, куда входит Десногорск, с явным преимуществом была избрана Ольга Окунева. За неё проголосовало 3974 человека. В партийных списках лидирует «Единая Россия». У неё 3838 голосов избирателей. На втором месте ЛДПР – 2217 голосов. У КПРФ 1684 голоса. 19 числа территориальная избирательная комиссия в избирательную комиссию Смоленской области сдала итоговые протоколы, необходимую документацию. Все документы были приняты. Замечаний избирательной комиссии Смоленской области выявлено не было. Таким образом, можно сделать вывод, что избирательная кампания по выборам депутата Государственной Думы 7-го созыва в городе Десногорске завершена. Выборы состоялись. На выборах присутствовали наблюдатели от партий и кандидатов в депутаты, а также члены с правом совещательного голоса. Они следили за ходом голосования. Отметим, что никаких жалоб и замечаний не поступило. Эксперты Фонда независимого мониторинга здоровья выделили 10 российских регионов, где в 2015 году наиболее заметно вырос показатель смертности населения. В их числе оказалась и Смоленская область. Также наша область вошла в топ-15 регионов с самыми высокими абсолютными значениями общей смертности населения также в 2015 году. В ходе детско-оздоровительной кампании этого года в нашем регионе работали 305 учреждений. В них отдохнули более 22 тысяч детей. А Роспотребнадзор выявил 263 нарушения, оштрафовав детские оздоровительные учреждения на сумму 632 тысячи рублей. 21 сентября по просьбе исполняющего обязанности начальника медсанчасти 135 Алексея Азаренкова, настоятель храма всех скорбящих радости протеерей Виталий Сладков совершил чин освящения лечебного учреждения. Подробности смотрите в нашем сюжете. Освящение совпало с праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Началось оно со службы и всеобщей молитвы. По завершении отец Виталий вручил Алексею Азаренкову образ покровителя всех врачей великомученика Пантелеймона. Пускай этот образ и молитва великомученика Пантелеймона сопутствуют вам и вверенному вам коллективу. Также Виталий Сладков подарил работникам лечебного учреждения миниатюрные иконы великомученика Пантелеймона и святителя Луки. Дай Бог, чтобы с этим благословением и врачи совершали успешно свое служение высокое. И мы с вами тоже обретали с их помощью через их руки исцеление наших болезней. Затем батюшка окропил святой водой все отделения медсанчасти. Особое внимание уделил оперблоку и реанимации, так как именно здесь больше всего человек нуждается в Божьей помощи. По мнению главного врача Алексея Азаренкова, освещение просто необходимо такому учреждению, как медико-санитарная часть. Здесь на такой территории концентрируется масса человеческих эмоций, огромное количество работы, напряжение. Поэтому считаю, что данное мероприятие, освещение, оно поможет всем, и работникам медсанчасти, и пациентам, в общем-то всему городу. Медики очень надеются, что после совершенного чина освещения, смертей в нашей больнице станет меньше, рождение детей больше, а пациенты будут выздоравливать гораздо быстрее. В Смоленской области стартовала военно-патриотическая игра «Мы дедов своих достойные внуки», которая посвящена 73-й годовщине освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. К вести принимают участие студенты профессиональных образовательных учреждений со всего региона. 20 сентября из Смоленска стартовал международный велопробег «Молодежь России и Беларуси. Дорога в будущее союзного государства». Участникам предстоит преодолеть 900 километров. Маршрут проходит через Починок, Ельню, Рославль, населенные пункты Брянской области и далее по территории Беларуси. Велопробег продлится шесть дней и финиширует в городе Глубокое Витебской области. А в Доме детского творчества Десногорска наградили победителей конкурса поделок из природного материала. Все подробности далее. Традиционный конкурс проходит каждый год в начале сентября. Организаторы посвящают его Международному дню мира. И все образовательные учреждения нашего города с удовольствием в нем участвуют. Нынче перед компетентным жюри стояла непростая задача – выбрать лучших из 76 конкурсантов. Конкурс проводился по трем номинациям – «Миру мир», «Ради жизни на земле» и «Моя мечта жить в мире без войны». Цель конкурса – выявление и поддержка одаренных обучающихся, которые обладают способностями к творческой деятельности. Награждение проводилось также и в четырех возрастных категориях, ведь участвовали и воспитанники детских садов, которым едва исполнилось пять лет, и старшеклассники 15-17 лет. По решению жюри, 29 авторов лучших конкурсных поделок получили почетные грамоты. Организаторы поблагодарили детей и родителей за прекрасные работы и пригласили их принять участие в других творческих конкурсах. В Рославском районе в ДТП погиб 21-летний парень. Управляя автомобилем «Ниссан Альмера», он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, а два его пассажира с телесными повреждениями госпитализированы. В Кордымовском районе прошли всероссийские комплексные состязания «Лайк» по подсадному медведю и вольерному кабану. В них приняли участие более 50 команд из России, Белоруссии, Украины, Литвы и Латвии. По итогам состязаний первое место заняла команда из Латвии. Серебряными и бронзовыми призерами стали команды из Москвы. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desnadefistv.ru Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова